Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Мы начинаем богослужение, хвалы и поклонения христианской церкви Маранафа, в котором участвуют братья и сестры со всей Бразилии и за рубежом. И сейчас я хочу отдельно поприветствовать тех, кому прислали приглашение участвовать в этом служении в первый раз. Или, может быть, вы недавно к нам подключаетесь на нашем канале на YouTube. Добро пожаловать! Для нас большая радость, что вы с нами. И, конечно же, Господь во время этого богослужения прикоснется к вам, к вашему сердцу. И мы начнем это богослужение сейчас с молитвы, призывания, позвания к Богу о действии силы крови Иисуса Христа. Нам церковь склонится на колени сейчас. А вы, кто, возможно, впервые с нами или недавно с нами, если хотите, присоединитесь к нам в этом жесте, и Бог благословит вас за это. Но если не хотите, можете пребывать, как вы есть. Давайте помолимся. Господь и Бог, мы взываем о силе крови Иисуса. И мы пользуемся этим чудным ресурсом, который ты дал в наше распоряжение, чтобы те, кто искренне хочет войти во Святое Святых путем новым и живым, посредством крови, те, которые желают опыта реального с тобой, настоящего переживания. Мы просим тебя о чудном действии Духа твоего Святого, чтобы грехи наши были прощены, чтобы наши духовные ризы были белее снега, чтобы мы были в состоянии войти в твое присутствие, в присутствие Бога, трижды Святого. Мы просим тебя о твоем благословении. Посети, благослови, действуй среди нас. Мы молимся к тебе об этом во имя Господа Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, возлюбленные. Мы прославим Господа сейчас псалмом, и мы принесем наши жизни на алтарь Господний. Будет хвала звучать, будут прекрасные изображения, но вы можете петь вместе с нами, читая текст на экране. Участвуйте в этом служении. Мир, который я чувствую в душе моей, не от того, что у меня все хорошо. Мир, который я чувствую в душе моей, от того, что я люблю Господа моего. И не смотрю я на обстоятельства, нет. Я смотрю только на его великую любовь. И я не хожу видением. Поэтому я рад. Не смотрю я на обстоятельства, нет. Я смотрю на его великую любовь. И я не хожу видением. Поэтому я рад. Это веселье в душе моей. Не потому, что я вижу... От того, что я вижу вокруг меня. Это веселье, которое я чувствую в моей душе. От того, что я люблю Господа моего. И я не смотрю на обстоятельства, нет. Я смотрю на его великую любовь. И я не хожу видением. Поэтому я счастлив. Я не смотрю на обстоятельства. Смотрю только на любовь его. И я не хожу видением. Поэтому я рад. Даже если земля не даст плода своего. И виноградная лоза не даст своего плода. Даже если горы бросятся в море. И содрогнется земля. Я все равно буду уповать. Я не смотрю на обстоятельства, нет. Я смотрю на его великую любовь. Я не хожу видением. Поэтому я счастлив. Я не смотрю на обстоятельства, нет. Я смотрю на его великую любовь. Я не хожу видением. Поэтому я счастлив. Аллилуйя, слава и аллилуйя. Воздаю я аллилуйя Господу моему. Аллилуйя, слава и аллилуйя. Я воздаю аллилуйя Господу моему. И я не смотрю на обстоятельства, нет. Я смотрю только на его великую любовь. И я не хожу видением. Поэтому я счастлив. Я не смотрю на обстоятельства, нет. Смотрю только на любовь его. И я не хожу видением. Поэтому я счастлив. Слава Иисусу! Да будет прославлено имя Господне. Господь чудный. Он любит нас. Он любит тебя. И в это время, он прямо сейчас, он рядом с тобой, чтобы говорить к тебе. Чтобы обновить спасение. Чтобы даровать тебе спасение. Чтобы дать тебе настоящее, живое переживание с ним. И мы продолжим поклоняться Богу нашему. Мы споем еще один псалом. И после этого будет проповедь, которую поделится пастор Жидалти, президент нашей церкви. Иисус шел по пути, подымаясь в Иерусалим. И вместе с ним шли его ученики и фарисеи. Ученики радовались, пели и воздавали славу, говоря, благословен грядущий во имя Господне. Пой, народ мой, радуйся, народ мой, ибо пир этот не закончится. Когда он закончится здесь, на земле, он продолжится на небесах. Фарисеи начали роптать и говорить раздраженно. Повели народу молчать и не будоражить город. Иисус, взглянув на них, ответил им довольно. Если они замолчат, тогда камни возопиют. Пой, народ мой, радуйся, народ мой, потому что пир этот не закончится. Когда закончится на земле, над небесах, он продолжится. И мы знаем это, потому что Иисус это сказал. Прежде чем возопиют камни, мы взываем к Богу. Иисус сошел от славы, чтобы принести нам спасение. И никто не сможет вырвать эту радость, это веселье из сердца моего. Пой, народ мой, радуйся, народ мой, ибо пир этот не закончится. Когда он здесь, на земле, закончится, он продолжится на небесах. Пой, народ мой, радуйся, ибо пир этот не закончится. Когда он окончится на земле, он продолжится на небесах. Я приветствую всех участвующих на этом богослужении в воскресенье миром Господа Иисуса. Сегодня утром на воскресной библейской школе мы говорили о спасении. Был задан вопрос, и мы ответили, что оба смысла, да, оба сути жизни человека в отношении цели творения. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил для человека мир, для его существования земного. И история, которая начинается с жизни, заканчивается смертью. Это, естественно, для человека и для делотворения. Но также у Бога есть дело искупления. Он установил новое измерение, новую меру для человека, когда человек получает надежду другой жизни, вечной жизни. И Господь Иисус в одном из Своих слов, обращении Он сказал ученикам, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». Иоанна 10.10. Другими словами, ты живешь этой жизнью и другой жизнью, жизнью обильной. Это когда ты живешь здесь, в ожидании новой жизни, вечной жизни. Эта первая жизнь, она имеет конец. А другая – это вечная жизнь. Мы сегодня изучали это на воскресной библейской школе, но сейчас я хотел бы поговорить с вами о спасении. Люди не знают очень часто, как определить спасение, да? Или перед этим актом милости Божьей, который называется «спасение». Мы взглянем на то, что есть спасение, как оно происходит, каково таинство, которое существует в процессе спасения. Процесс спасения, он начинается в жизни человека, когда действие происходит Божье, открывая Иисуса в жизни человека посредством Духа Святого. Когда у Него появляется новое понимание, новая жизнь, и то, что очи Его человеческие, да, не видели, Он начинает созерцать. И я хотел в этом вводном слове, да, в этом введении привести некоторые примеры, которые в Слове Божьем заложены. Особенно, когда Господь Иисус явился ученикам Своим и другим после воскресения, да? И мы видим, прежде всего, когда Мария прошла к огробу, приходит к огробу и находит, что камень был отодвинут. И она поразилась, да, она пришла на рассвете, чтобы помазать тело его, да, с ароматами пришла. Посмотрите, возлюбленные, все, кто слушают нас, нет ничего более достойного, более замечательного в жизни человека, чем чувства. И Мария была женщиной исполненной чувств, потому что Иисус совершил проект, процесс спасения в ее жизни. Она была благодарна Господу в ее земном хождении, когда она пережила личную встречу с Иисусом. Она начала любить Его, да, а она видела простоту Господа Иисуса, Его Слово и спасение, которое Он принес этой женщине через Слово Словое. И теперь посмотрите, возлюбленные, когда она подходит к огробу, два ангела появились и говорят ей, «Ты кого ищешь?» Она говорит, «Я Иисуса ищу». Он говорит, «Он воскрес». Она поразилась, да. Когда она посмотрела назад, она увидела какую-то личность, да. Она подумала, что это садовник. Садовник, который заботился о том саду, в котором находился гроб, да. Они насаживали там цветы и всякие растения. Она посмотрела, и она подумала, обратилась к Нему и спрашивает у Него, «Ты знаешь, где положили Его? Скажи мне, куда ты забрал Его, куда ты унес Его?» Она, на самом деле, говорила с Иисусом. Она не узнала Его, представьте. Знаете, когда она узнала? Когда Иисус назвал ее по имени, открылся ей. Спасение – это откровение Иисуса. С Иисусом не открывается человеку. Остается только чувство. У нее было много чувств. Она там ароматное масло принесла, да. Мир для того, чтобы сохранить тело, чтобы оно не разлагалось там быстро как-то, да. И она в этом переживании – «Сохрани тело Иисуса». Она отправилась туда, к гробу. Но она не узнала Иисуса. Потому что глаза ее, очи, они были человеческие. Она разумно все видела, рассуждала. И когда Иисус представился ей, Он уже воскресший был, Иисус. Поэтому она не могла понять, что это Иисус, потому что Он не открылся ей еще. Но каким образом Он открылся ей? Он, называв ее по имени, когда Он сказал «Мария», когда она услышала, как Он по имени ее назвал, она сразу сказала «Равуни». Она сразу поняла, что это Иисус. Он открылся ей как учитель, как раввин, да, равуни, как хозяин всего, который умеет научать, наставлять, который покажет ей путь через свое воскресенье. Но я еще один хотел упомянуть текст. Это текст, о котором я говорил из этой истории, да, об этой встрече Марии с Господом Иисусом. Очень интересно. Посмотрите, в Евангелии от Луки, 24 глава, в стихе 16-м, мы тоже видим в других стихах, да, также и на далее, также и 17-й стих. Я бы хотел зачитать со всеми, кто здесь, кто хочет даже встать, давайте мы встанем, чтобы, для чтения Слова Божьего, потому что стоит внимательно взглянуть на эти стихи, текст говорит, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И он сказал, 17-й стих, да, «О чем это вы, Иди, рассуждаете между собой? И отчего вы печальны?» Итак, во-первых, он говорит, да, очень ясно, глаза этих учеников были удержаны, да, как будто кто-то удерживал в глазах, и они были печальны. Посмотрите, это история, когда Иисус воскрес, и два ученика были на пути в Ямаус, и разговор между собой, да, они вышли из Иерусалима и спускались в Ямаус. И разговор их был о событиях, о происшествиях, о смерти Иисуса, о том, что было такой травмой для них, потому что Иисус ничего не совершил, чтобы быть достойным, чтобы его арестовали или распяли. Он замечательный был человек, он такие чудеса, знамения совершал, они участвовали в стольких происшествиях, он питал, да, хлебом их, рыбой, они разговаривали с ним, они близко были с ним знакомы. Ну, посмотрите, Слово Божие говорит, что Иисус, он приблизился к ним, да, и пошел рядом с ним, и он спрашивает у них, о чем это вы разговариваете, о чем вы обсуждаете, рассуждаете между собой. И Клеопа говорит, да, он не узнал его, оба не узнали, а Клеопа говорит, ты что, один из пришедших из Иерусалима, не знаешь о том, что произошло, что сделали с Иисусом, Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове, он чудный был человек, замечательный, убили Иисуса, а ты единственное, что ли, что не знаешь? Они говорили-то с Иисусом, а Иисус говорит, он несмысленный, медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Он говорит, разве пророки не говорили, что надлежало пострадать Христу, войти во славу, и что Он должен был воскреснуть на третий день. Вы этого не поняли? До этого момента они все равно не понимали. Для них Иисус был человек, как любой человек привязывается к другому человеку. Они были привязаны к Нему как к человеку. Да, они даже любили Его, они хотели, чтобы быть рядом с Ним, но на самом деле они не узнали Господа Иисуса. И из-за того, что они не узнали Господа Иисуса, текст говорит, что глаза их были как бы закрыты, возлюблены. Смотрите, как интересно, да, узнать Иисуса, Его личность, да, знать, что Он родился, что Он Сын Божий, что Он умер, что Он воскрес, столько праздников, которые празднуют, да, и рождение Его, и смерть Его, и воскресенье. Люди любят эти праздники об Иисусе, с одной только деталью. Это люди, которые всегда печальны, расстроены, потому что они не знают Господа Иисуса, потому что Господь Иисус не открылся им. И спасение – это откровение. Иисус должен открыться человеку. Человек в своем разуме, да, даже понимая все об Иисусе, читая, познавая свои занятия, Его учения – это недостаточно. Это история, это начало. Но то, что важно, это пророческая суть. То, что произошло после Его смерти – это Его воскресенье. И посмотрите, возлюбленные, также Мария, как и два других человека, которые шли, два ученика в Имаус, да, они же знали Иисуса, они жили вместе с Ним. участвовали в разговорах, любили Его, как любят друга, да, были посвящены, как в случае Марии были, что настолько она была посвящена тому благословению, тому исцелению, которое она получила от Иисуса. теперь все было совсем по-другому. Начиная с воскресенья, Иисус начал открывать себя сам. Мы можем говорить все об Иисусе, рассказывать Его истории, они в Ветхом Завете есть, и в Новом Завете есть, но то, что важно, это знать, открылся Он ли Он тебе лично, имел ли ты личное переживание. Ты начнешь видеть Иисуса совсем по-другому. Очи твои откроются. Текст говорит, очи у них были удержаны, они не узнавали Иисуса, они разговаривали, как с каким-то человеком, как с каким-то путешественником, но никогда даже не ёкнуло у них в памяти, что это может быть Иисус, то, что было невозможно, увидеть Иисуса Воскресшего. Это самая большая проблема в процессе спасения. Не существует спасения без познания Воскресшего Иисуса. Иисус Воскресший – это откровение. Он должен открыться человеку. Это откровение через Дух Святой. И посмотрите, возлюбленные, Господь Иисус был рядом с ними, с ними, да, и они хотели войти в селение. Это Ямаус был, да. Когда они проходят, да, мимо вот этого селения, и он показал вид, что хочет идти далее. И они говорят, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Как сказали, ты можешь столкнуться с каким-нибудь грабителем, да, опасности были в то время. Не было электрического света, не было столбов со светом. Он говорит, останься с нами на ночь. Уже вечер наступил. Им понравился разговор с Иисусом, но они не знали, что это был Иисус. Они сели, Иисус вошел и за стол с ними. И там был ужин, там была вечеря, да, такая, они хотели, чтобы Он поучаствовал вместе с ними. До этого момента они не узнали Иисуса. Знаете, помните, когда они узнали, когда Он преломил хлеб? Когда Он преломил хлеб, воздав благодарение, они поняли, это Иисус. Почему? Потому, что Он дал им откровение преломленного хлеба, жертвы Иисуса Христа, тот, который умер, тело Его за нас ломимое. Помните, да? Когда Иисус воздал благодарение и преломил хлеб, это Иисус. И Иисус, открылись у них глаза, и Он стал невидимым для них, да? Когда у них глаза открылись, так Он стал невидимым. Но это послушай, Иисус, Он открылся. Говорит, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание? Неужели мы настолько слепые, возлюбленные? Все можно говорить об Иисусе, столько проповедей красивых, да? История Иисуса, она прекрасная, она чудная, но то, что важно лично, чтобы Иисус лично открылся тебе. Иисус открылся Марии, назвав ее по имени, по имени. Иисус знает и твое имя. Я помню, я вспоминаю, у меня такая борьба была, трудные отношения, в отношении моей духовной жизни, и естественное испытание, которое я проходил. На рассвете однажды я проснулся, меня кто-то позвал меня по имени. Я лежал, я встал, я говорю, да, кто-то, возлюбленный, голос Господа, он не, его нельзя спутать. Я знал историю Иисусу, но я не знал, что Он знал меня настолько, что Он знал даже меня по имени. Однажды я был дома у себя, и одна сестра, которая у нас остановилась, она говорит, Бог дал мне откровение, что Он тебе даст подарок завтра, и она не знала, что у меня будет день рождения, а подарок Он хочет с тобой позавтракать в 9 утра, в 9 утра. Я говорю, 9 утра мне надо на факультет идти, занятия дать, или по другому, на другую работу, ну, куда-то мне надо было бежать. Но я остался, жена на накрыло стол, это был день моего рождения, и она спросил, послушай, ты не поедешь рано? Я говорю, нет, я друга жду, он придет ко мне в 9 часов. Она говорит, а кто твой друг? Потом ты увидишь. В 9 часов Господь там был, Он посетил сердце мое глубоким образом, я говорю, это благословение Господне для нашей жизни. я всегда просил подарок у Него на мой день рождения, и всегда Бог отвечал в моих просьбах. Я говорю, Господь, мне нужно благословение, ты тоже можешь получить благословение от Бога. Если очи у тебя закрыты, потому что история много чего рассказывает, но нужно, чтобы Иисус открылся тебе лично, в твою жизнь, если Он не откроется, нет спасения. твои усилия, они будут хорошими. Слово Божье говорит, ищите Господа, пока можно найти Его, призывайте Его, пока Он близко. Ищи Господа. Сегодня же, прежде чем ты ляжешь, сейчас, в любой момент, предстань пред Господом, скажи, Господь, я хочу, чтобы ты открылся мне лично. Мне нужно это, Господь. Мне нужно познать тебя лучше. И познание Господа Иисуса, Его проекта спасения, оно через откровение Иисуса. Это пятая мера. Она не в наших земных мерах, измерениях, да. Все те факты, вся история, которая в Слове Божьем, она красивая, она прекрасная, она интересная. Но тебе нужен опыт с Господом Иисусом. И этот опыт интересный, да. У него, у него та женщина имела переживание, когда он ее по имени назвал. Да, она увидела человека, там, да, я наискал того, кто умер. Но Иисус не хочет открываться мертвым. Он не хочет, чтобы никто не плакал, что он умер. Он хочет, чтобы ты понял, что он жив, что он воскрес, что он живой сегодня и во веки. Это твоя безопасность, это наша безопасность в этом. И в конце, после того, как он открывается там ученикам на пути в доме, в горы, на пути в Имаус, да, в этом селении, сразу после этого он открывался ученикам, которые были запуганы из-за гонения иудеев, да, оно было очень мощное против Иисуса и против учеников. Они были запуганы. И он вошел и стал среди них, когда двери были закрыты, и слово его было «Мир вам». Мир вам. Они были в отчаянии, без мира в сердце. Иисус открылся миром для их сердца. Если ты чувствуешь мир своих отношений с Богом, это то, что есть откровение его для твоей жизни. Этот мир, он отличается. Это то, что ты никогда не чувствовал. Который ты, брат мой, сестра моя, есть много проповедей, может быть, ты уже слышал, зачем ждать завтра, сегодня день отличающийся, ныне день спасения, ты можешь получить сегодня благословение, открой сердце для него. Очи у них были закрыты. И они не познали, у них очи были как бы закрыты, да, и они были печальны. Печаль может уйти сегодня из сердца твоего, и Бог может открыть глаза твои. То, что удерживает глаза твои, Он может удалить своих отношений. Позволь ему войти в твою жизнь, Он хочет благословить тебя. С той женщиной она узнала Иисуса, когда Он назвал ее по имени. У меня был такой опыт, когда Господь меня позвал по имени. Я был удивлен весьма. Ты тоже. Он знает тебя, Он знает твое имя, Он знает, где ты живешь, Он знает, чем ты нуждаешься, но открой ему сердце свое. и ученики поняли доктрину. Доктрина это преломленный хлеб. Когда Он преломил хлеб, воздав благодарение, это хлеб жизни. Тот, кто умер, чтобы дать нам жизнь, он за нас был ломимый. И участвовать в хлебе, вкушать тот хлеб, это питание для нашей жизни духовной. И в конце Он открывается в церкви, всем тем, кто были собраны, ученики Его, которые были, переживали, запуганы. И Он заходит, Он говорит, мир вам. Не забудьте об этом слове. Мир вам. Да благословит Господь всех нам, славу своего имени. Продолжая искать Господа, мы будем продолжать каждый день доносить слово для вашего сердца. Это то благословение, которое Бог имеет для вашей жизни. Это ваша возможность. Сейчас будет спент псалом. господь, господь, это такие, которые восходят по пути, господь, воспевая радостно, как птицы, летящие в гнездо. Господь, кто они такие, которые в белых одеждах проходят? господь, я хочу последовать за ними, не оставь меня в одиночестве, мир мне не подходит больше, душа моя тоскует, господь, не оставь меня, а в мире этом, на вечных страданиях. Господь, кто они такие, которые в белых одеждах проходят? Господь, я хочу следовать за ними, не оставь меня в одиночестве, я хочу стать одним из них и иметь счастье в сердце своем, следовать по тому же пути без страдания и спасения. Господь, кто они такие, которые проходят в белых одеждах? господь, я хочу последовать за ними, не оставь меня в одиночестве, не оставь меня здесь в одиночестве, не оставь меня здесь в одиночестве, господь, 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 посети сердце, кто печален, кто в нужде, те, кто в борьбе большой, страдания, кто страдает от потери близких, кто переживает, некоторые болеют, кто-то на больничной кольки лежит, кто-то работает сейчас, переживает за близких своих, за завтрашний день, господь, простри десницу твою, благослови, во имя твоему исповедую, что благодать спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, любовь несравненная Бога нашего вечного Отца и сила утешения и общения вечные Святого Духа Божьего да будут со всеми вами возлюблены со всем народом Божьим, со всеми, кто исповедует имя Его во славу и честь и поклонение Бога Всемогущего сегодня во веки. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok